Впервые это движение появилось в Европе после Первой мировой войны. В СССР развитием добровольчества занималась пионерская организация и комсомольская. С конца XX века в России количество волонтеров постоянно увеличивается. И поэтому мы сейчас с вами увидим, какое же количество волонтеров, инклюзивных волонтеров у нас есть в Мордовской республике. Приглашаем! Я вспомнил, что это общее название, но не обидается в Мокши, вот костюм. И еще там, как называется, два народа, общая название, как смысл. Маккуни, Маркун, Мармар, Дыха, Лиша, Дыха, 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 Дыха. Как вас, как вы, так, мокши и шоколевые, вот они у себя, вот представлены костюм. Мы конкурс выиграли один, пицца Мисс Мира. У меня сестра, ну как сестра, ну да, сестра, такая названная, воспитанница. Мы, надеемся, еще много раз будем участниками такого фестиваля. Как уже ранее сказано, год, как я буду годом волонтеров, конечно, большое внимание деляется освещение Добровольческого движения, то есть добровольческой волонтерской деятельности. Деятельность наших организаций будет всяким у нас, которые является волонтерской, то есть инклюзивным, добровольческим. Председатель наших районов и первичных организаций является самим же, являясь инвалидами, приоритетных задачей при подготовке организации, которые не предоставят сообществ, дадут возможность, если быть, чем-то тоже придумают. Что ж так вот точно придумают? При этом дело это занятие на безвозмездные основы. Все хорошо. Можно сказать, повеление души, стараясь принять, чтобы нужно больше, можно говорить, что также в своей работе мы привлекаем спонсоров и всех желающих просто извне нашей организации, всех желающих оказать помощь, поддержку в нашей работе. Это там какие-то крутые какие-то, с фонариками. Наша работа, конечно, была бы не такой куда-то умной и запоминительной была бы. И фонарик в глаза светит. Образовывает нам огромную помощь. За это не очень большое большое спасибо. Сейчас хочется познакомиться с нашей организацией. Нардовская республиканская организация, общероссийская общественная организация Всероссийские общественные одмореза объединяет свои средства для 11,5% милоингов, проживающих в 15-ти районах Декумандии, Нардовская республиканская организация в России с повееUs и умолета Молодые символики с возрастом 70 до 39 лет составляют 4,6%. В том числе 3 человека среди председателей районной организации были изгнаны за последние два года. Один из не более приемлемых видов реабилитации для инклюзивных договоровцев является психолко-педагогическая реабилитация. С армией, сколько получил его, и властелами, там вообще жестко, но они не хотят ни с кем, типа стрёмно. Я тоже в свое время как-то чурался это, пока не начали, ну пока изнутри не посмотрел. То есть я в свое время прям вообще, ну как-то не это, не такое когда-то, не особое. А в том, как раз, верой надо заниматься, надо помогать людям, как бы, ну это надо. От судьбы не уйдешь. Это принято только принять. То есть наши предприятия договариваются, договариваются, договариваются. А, Россия, да. Развращается на 40-й день, потому что мы посетим в бассейн без клада. Также навещают в одних и немощных инвалидах, как в больницах, в пансионатах, так и на дому. Проводят праздники, юбиляды, вечера отдыха, выездные, природы, экскурсии. Стурганизовывают инвалиды в просмотре стеркликционных постановок, спектрапли. Уже на безвозмездной осмотре. А сейчас вам ответ на наших мерзианцах. Уже стал большей традицией. Это проводится в 2007 году. У нас проводится веканский фестиваль. Может, это было MTV, он приведет в России. На первом этапе этого фестиваля проводится районный фестиваль. На первом этапе этого фестиваля огромное удовольствие. Как от общения, как от возможности проявить свои способности и т.д. Фестиваль помогает выбирать отдаленных инвалидов и оказывать им их действенную помощь. Занятие художественным творчеством, любви и дружеской, творческой связи между людьми, с ограниченными возможностями. А также способствует созданию и развитию доступной следы для инвалидов. Самое главное, наши добровольцы, то есть укрепленные волонтеры, в лице председателя организации и их активов оказывают большое содействие в социальной адаптации и реализации людям с ограниченными возможностями. А это, заметьте, главное. Моя семья, моя семья, моя лопатка. Она спряталась, как-то. Кажется, моргнул, на самом деле, он захрапел. Держись, держись. Надо попить. Сон проходит. Открой, пожалуйста. Я попить хочу. Задача наших волонтеров — это 5-7, предоставляющие достижения в волонтере, который предпринимает экспедиции. А, фонда, можно тогда внизу на клошетку, спасибо, ставить. Кстати, наши инвалиды занимают призовые места, как в Республике в Республиканске, а сейчас уже и в общероссийских конкурсах, допустим, в национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью обилий. Наши участники занимают третьи места в покрученном городе. 30 марта 2018 года в Республиканске состоялся 5-й республиканский фестиваль по наступным спортивным играм среди инвалидов. Участники принимали все люди с ограниченными возможностями, независимо от заболеваний в возрасте от 15 до 70 лет. Ежегодное количество участников заключительного этапа фестиваля достигает 35-40 человек и обхватывает до 70% районных организаций. Соревнования проводят в обличном, так и в романном зачете. В совместном с государственным бюджетным учреждением спортивная адаптивная школа Швецово проводится ежегодная республиканская спартакиада с единвалидом с улучшением отборных выгодных аппаратов. В рамках спартакиада проводятся декции оборудования по различным делам спорта. Легкая атлетика, ловление, простольный и большой премис, англорисменты, пулевая стрельба, шашки, дать и груз. Спартакиада проводится в целях привлечения инвалидов в активной общественной жизни и спорта, интеграции инвалидов в современном обществе, популяризации и развитии спорта, привлечения внимания жилов и общественных людей. Общественности и средств массового народа.